Я всегда говорил, что граница Армении представляет из себя как бы линию водораздела. Внутри этой линии, то есть самой Армении, мы имеем одну историографию, а за пределами ее, то есть во всем остальном мире, историография совершенно другая. Я бы даже сказал с точностью наоборот. И вот получается, что даже ученые мира об этом высказывались не раз, причем армянского происхождения. Я всегда цитирую Роберта Хьюстона, и подобный Роберт Хьюстон, все говорят, что вот мы приезжаем, а он профессор, кстати, американский. И когда он приезжал в Ереван, он рассказывал, что мне сказали, что что ты занимаешься там в Америке ерундой, да? Если ты хочешь помочь родине своей, Армении, то переводи на английский язык всю нашу историографию. Это мы говорили в Академии наук Армении. Вот все представьте себе, в каком состоянии находится Академия наук и историография Армении. И как результат, главная жертва всего этого, конечно же, армянский народ. Вот поэтому наш проект идет под эгидой, что информационно-просветительской поддержки армянской общественности, потому что мы будем давать альтернативную информацию, а уже дело армянского народа, какую им выбирать легче. Касаясь, начнем с главного постулата, собственно говоря, на основании которого более 30 лет у нас проливается кровь. Это о том, что якобы у Армении советская власть, как только установила советская власть, она отняла у Армении, забрала у Армении, так скажем, Нахчевань и Карабах, и передала ее Азербайджану. Именно этот постулат, ведь в этом постулате речь идет не о древней античной истории, даже не о позднем Средникове. Это же наш 20 век, мы же ровесник 20 века практически, как можно вот такую информацию 20 века так скрывать от собственного народа? То есть это просто мегафейка, понимаете, масштабы фейка поражают, потому что легко это проверить. Ведь достаточно потребовать оригинала документа, чтобы понять, о чем речь идет. Даже если нет оригинала документа, ведь достаточно включить логический аппарат и в один ход разобраться, в чем тут дело. Мы сейчас расскажем вам о фейках, на основании которых армянские националисты вот уже более 100 лет строят свои территориальные претензии и разжигают на Южном Кавказе кровопролитные войны. Недавно армянский пропагандист Саркис Сатурян, который, кстати говоря, очень любит представляться как российский политолог, вновь озвучил один из самых грандиозных армянских фейков. Азербайджан обязан вернуть Армении Карабах и Нахчеван. Эти ничем не подтвержденные утверждения о якобы изъятых у Армении и переданных Азербайджану землях заложены во все армянские учебники по истории и являются ключевым моментом армянской пропаганды. Вот, к примеру, что говорит армянский политолог Араик Степанян в эфире российского Первого канала. В результате неудивительно, что так думает весь армянский народ. Поэтому цель данного видео заключается в призыве к армянской общественности наконец избавиться от этих белых пятен своей истории и исключить территориальные притязания из национального нарратива. Давайте вспомним события вековой давности. В результате 29 мая 1918 года Азербайджан передал Армении город Иревань, чтобы она могла сделать там свою столицу. В ответ Армения пообещала прекратить все притязания на земли своих соседей, но обещание коварно не сдержала и буквально сразу же предъявила им территориальные претензии и начала войну. С Грузией из-за Ахалкалаки и Борчалы и с Азербайджаном из-за тех самых Карабаха и Нахчевана, о которых и поныне говорят упоминаемые нами Цатурян и Степанян. Вот что пишет по этому поводу известный российский востоковед Владимир Александрович Гуркок-Ряжин в статье под названием «Армянский вопрос», опубликованной в Большой советской энциклопедии 1926 года издания. Дашнаки заявили претензии на территории Ахалкалака и Борчало, вошедшие в состав Грузии, и на Карабах, Нахчеванский край и южную часть Большой Елизаветпольской губернии, входивших в состав Азербайджана. Попытки силы присоединить эти территории в период английской оккупации за Кавказе привели к войне с Грузией в декабре 1918 года и долгой и кровопролитной борьбе с Азербайджаном, в результате которой население спорных районов сократилось на 10-30%, и ряд поселений был в буквальном смысле слова «стер» с лица земли. Далее, уже после вхождения Южного Кавказа в Советский Союз, Кавбюро ЦК ВКПБ 5 июля 1921 года постановило оставить Карабах в составе Азербайджана. Не передать, не подарить, а именно оставить. В том же 1921 году был подписан Карский договор, где оговаривается статус Нахчевана, уже с гарантиями от Турции. Армении тогда удалось заполучить Зенгизур и восточный берег озера Гёйча, ныне Севан, но не Карабах и Нахчеван. Нахчеван, Карабах забрали, как говорят в Армении, у Армении. Как тогда она могла объявить войну, сразу же после своей обретения независимости Азербайджану? Ведь если она объявила войну, значит Карабах и Нахчеван находились в составе Азербайджана. Это же элементарно. Может быть, вы скажете, они пошли войсками, захватили Карабах и Нахчевань, и потом. И это не так. Во-первых, все знают, что война закончилась, победа азербайджанских войск. Но и все равно включаем логически аппарат и спрашиваем, а если на историческом заседании Кавбюро, Кавказского бюро ВКПБ, партии, правило в Советском Союзе или на Кавказе, во всей России, если ставился вопрос о передаче Карабаха Армении, и закончилось тем, что решение Кавбюро было оставить в составе Азербайджана, то как он мог быть у Армении? Если вы требовали передачи Армении, значит, по-прежнему Карабах был у Азербайджана. И если оставить в составе Азербайджана, значит, он бы опять остался в составе Азербайджана. Вопрос, а как же умудряются вас обманывать и говорить, что Карабах и Нахчевань забрали у Армении и передали Азербайджану? А ведь это не просто фиг. И обратите внимание, могли бы сказать правду. Правда заключается в том, что Армения обращалась неоднократно по поводу передачи ей Карабаха, и ей отказали. Вот если бы так стоял вопрос, это соответствовало бы действительности. Но вы понимаете, тогда не получается комплекса несправедливости. Ведь армянскому народу внушают, что у них забрали Карабах и передали Азербайджану. И это с поколения в поколение с молоком матери впитывается. И у всего армянского народа комплекс несправедливости. И они хотят восстановления справедливости. И поэтому на кровопролитие все пошли с таким большим воодушевлением. Вот как работает, какой кровавый след оставляет фальшивая историография этот фейк. Ложь о мнимой передаче Нахчевана и Карабаха продолжает жить и спустя десятилетия. И именно эта ложь мешает Армении стать мирным, по-настоящему независимым и развитым государством. Знал бы Гурко Кряжин, что территориальные претензии к Азербайджану со стороны Армении и война с ним продолжатся и в 21 веке, завершившись в 2020 году победой Азербайджана. Во время 44-дневной войны в эфире передачи «Время покажет» на российском Первом канале Фуад Ахундов предложил пари. Он готов заплатить миллиард долларов тому, кто представит документ об изъятии Нахчевана у Армении и передаче Азербайджану. На Первом канале российского телевидения, который смотрят миллионы людей, армянский политолог Араик, я забыл его фамилию, он сказал то же самое. А почему Нахчеван забрали у Армении и передали Азербайджану? Я прямо в эфир сказал, что дам миллиард долларов тому, кто предоставит мне документ об изъятии Нахчевана от Армении и передаче его Азербайджану. Уже прошло больше полгода. Никто, кстати говоря, так и не потребовал, да? Не предъявил мне документы. Я думаю, желающих было много не столько заработать миллиард, сколько доказать, что это. Ну и где? Доказать невозможно. Понимаете? И если бы были документы... Кстати говоря, когда я это сказал после эфира, мне редакторская группа Первого телевидения сказали, что им понравился мой этот аргумент. Я сказал, что ну вы знаете, вообще-то у меня и миллиона нету. Они засмеялись, сказали, что нет, вы достигли того, что хотели. Мы поняли, что вы с невероятным масштабом этой суммы хотели показать невероятный масштаб этого фейка. И вам это удалось. То есть вот сейчас мы тоже во всех передачах будем говорить, что мы готовы дать миллиард долларов для того, чтобы объяснить масштаб этих фейков, которые внедряются в сознание и даже подсознание армянской общественности. Кстати, уже после того, как в ходе передачи закончилось включение из Баку Фуада Ахундова, Араик Степанян буквально выпрыгнул со своего места, чтобы, по его мнению, назвать тот самый документ, где говорится об изъятии Нахчеванова Армении и передачи Азербайджану. Указываю. Карский договор 16 марта 1921 года. Ну что ж, вот текст, уже упоминаемого нами Карского договора, где черным по белому статья пятая гласит. Правительство Турции и правительство Советской Армении и Азербайджана согласны, что Нахчеванская область на границах, указанных в приложении 3 настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана. Как видите, в этом документе нет слов об изъятии данной территории у Армении. То есть она, как и Карабах, была и по-прежнему остается в составе Азербайджана. Единственное новшество в этом договоре касается того, что эта территория становится автономной. Итак, мы еще раз повторяем фейк, который упорно озвучивается армянскими учеными, политологами, политиками и журналистами. Советская власть забрала Карабах и Нахчеван у Армении и передала эти территории Азербайджану. И повторяем нашу готовность выплатить миллиард долларов тому, кто найдет документальное подтверждение этого фейка. При этом мы говорим о доказательстве, основанном именно на исторических первоисточниках, а не на книгах, статьях и высказываниях армянских фантазеров-пропагандистов или на вольных сочинениях-пересказах из Википедии. А армянскую аудиторию еще раз призываем задуматься. Кем же считают вас господа цитуряны, степаньяны и им подобные, если кормят столь дешевыми и низкопробными фейками? Ведь цена этим фейкам слишком страшная. Число жертв с обеих сторон, которые все продолжает возрастать.